Много пишут, очень много говорят о том, что, скорее всего, приоритетными объектами для приватизации будет Центр Энерго, ТЭЦ областные, если я не ошибаюсь, и так далее. И вот уже я вижу, эксперты говорят о том, что вероятность того, что приватизация будет удачной, точно крайне низка, особенно в контексте Центр Энерго, потому что мало вероятно, что внутренние инвесторы будут, скорее всего, внешние, а внешние, если придет, то он будет смотреть на рынок. А рынок у нас на сегодняшний день, он пока в периоде становления, работают квази-рыночные схемы Дюссельдорф плюс и Роттердам плюс, некоторые популисты их назвали антиукраинскими, хотя они, в принципе, понятны по некоторым вопросам нашим западным партнерам, и они сформированы, исходя из практики в европейской Роттердаме, Дюссельдорф, соответствующая методология. Но я боюсь, что правительство может стать заложником ситуации и просто не сможет провести плановую, хорошую хотя бы приватизацию. Правительство само себя завело в глухой угол. И то, что касается большой программы приватизации, то, что касается энергосистемы, моя позиция не совпадает. Почему? Потому что сегодня политика всех стран Евросоюза направлена на оборот, на возврат в государственную собственность энергоресурсов, потому что задача для Евросоюза номер один — это уменьшение энергозависимости, и энергетическая безопасность вышла на первое место. Их организация. Да, и получается, что мы входим в диссонанс, то есть Евросоюз возвращает все в госсобственность, а мы, наоборот, пытаемся отдать это из госсобственности. Скажу сразу, ближайший пример, как играться по-детски с энергоресурсами, покажет начало отопительного сезона в городе Киеве, где игры с Киевэнерго на сегодняшний день, все знают, чем закончились, сегодня глубочайший конфликт с нефтегазом, отсутствие денег у города, дабы заплатить, либо отсутствие денег, чтобы заплатить долги Киевэнерго, отсутствие политической воли и юридической силы доказать, что это не наши долги. Это один из примеров, но, к сожалению, это окажется в центре столицы. Сегодня киевляне не имеют горячей воды, очень многие дома. Это все последствия вот этого неумелого и безответственного, я бы даже сказала, решения. Потому что, давайте поговорим о потребителе. По большому счету, потребителю, когда он открывает кран и заходит в душ, моется, умывается, моет руки, готовит кушать, он не задает себе вопрос, кто ему поставляет эту услугу. Он хочет иметь горячую воду, он хочет иметь зарплату, которая позволяет ему заплатить за эту горячую воду, и он хочет иметь качественную горячую воду, не отравиться, не обжечься и так далее. Также с отоплением и со всем остальным. Политики привыкли этим манипулировать, рассказывая, вот, Киевэнерго вам давала плохое тепло и дорогое, теперь заберем в коммунальную собственность, будет даром. Ну, приблизительно же это звучит так. К чему мы пришли? Что? Мы не можем запустить систему, возникли теперь проблемы, люди мучаются, перезаключая договора после Киевэнерго с Киев теплоэнерго теперь. Существует, я сама стала заложником того, что мне написали там несуществующий долг, я потратила там кучу времени, дабы доказать это, и я не одна такая. И это не конец. То есть все случится в октябре, когда начнется отопительный сезон. И мы поймем, он начался или не начался. Вопрос не в собственнике в данном, вопрос в регулировании и контроле за собственником. Поэтому энергоресурсы, они должны оставаться в государстве, да, если они государственные, да, им надо грамотно и правильно управлять. И управлять не с точки зрения получения олигархами денег и вывоза их за границу в офшоры, а именно с точки зрения предоставления качественной услуги конечному потребителю, то ли это юрлицо, то ли это физлицо. Интересный расклад. Я думаю, что осень покажет, насколько будет вся ситуация реальная, реалистичная или сложная. Но я думаю, до осени мы с вами еще увидимся и поговорим на эту тему. Я вас хочу поблагодарить, что вы нашли время к нам прийти сегодня, уже в пятницу, в такой день. Надо отдыхать, на самом деле, в конце дня. И я думаю, мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо большое. Спасибо вам.